Меня зовут Светлана. Пью эту водичку чуть-чуть больше месяца. Начала 2 сентября. Сегодня у нас 11 октября. Когда я пришла заказывать, мне сказали, что нужно ее ждать. Я очень расстроилась. Сказала, что я хотела начинать новую жизнь, и поэтому жалились. Мне как бы дали чуть быстрее. Мне понравилось с первых дней. Я начала пить. Я помню, это была пятница. Вечер после работы. Я начала ее пить. Она выпила за вечер 3 бутылочки. Хотя мне сказали, пей по чуть-чуть для начала и на ночь. Не надо. Я ее выпила. И вот эти выходные. Я почему-то всегда очень долго спала. В принципе, я выходные спала до 11 до 12. Потом полдня хожу, пока я приду в себя. Тут-тут я в 9 часов проснулась. Мне спать не хотелось. И уже, когда я сделала все домашние дела, смотрю в 12 часов. Думаю, что мне делать дальше. Это было самое первое. Потом я стала пить. Ну, я пила по бутылке 4-5. С одним пакетиком. Я стала очень быстро худеть. Я ровно за месяц, со второго по второе число, я как бы 5 килограмм. Ровно 5 килограмм у меня ушло. У меня настроение поднималось. Стала доставать все платья и юбки, которые я уже несколько лет не носила. Радовалась, что я осталась дома и никуда не ушла. Но самое главное, что у меня 4 года назад была травма. Я очень неудачно упала. И было связано с плечом правой руки настолько, что мне врачи, когда наконец-то правильно поставили диагноз, мне не давали гарантии, что в принципе можно эту руку спасти. У меня был шок. Я упала, упала на воде, отдыхала в Турции и у меня была отторвана полностью мышца с куском кости. Потом я приехала в Риву. Операцию мне делали спустя полтора месяца, потому что хирург не мог правильно поставить диагноз. Когда я попала к хирургу, он погладил меня по тому же ключу и сказал, что будем надеяться, что все будет хорошо. После операции у меня рука вообще не шевелилась, плечо вообще, только могла пальчиками пошевелить. И начались очень сложные для меня периоды, когда я просто ложилась, кто-то меня держал, чтобы я ровно лежала. И второй человек мне просто вот через силу, через боль начинали поднимать мою руку. Это шлилась полтора года. По миллиметру, по сантиметру все это очень тянулось, поднималось. И в конечном счете прошло около двух лет. И рука у меня поднималась где-то вот так. Одна так, вторая так. Ну и я как-то поняла, что прошло время, там уже все наросло. И хирург, я была два года инвалидом, мне давали группу. И мне хирург сказал, что время как бы ушло, что мы смогли, то мы сделали. И мне нужно было или смириться с этим, или было предложение под наркозом опять ломать это все. И по новой все это тянуть, ее разрабатывать. Но так как этот процесс был очень болезненный, и материальный, и моральный, у меня просто не было сил. Потому что я потеряла работу, через полтора года, когда я пришла на работу, меня долго не было. Пришлось забросить институт, лично жить тоже как бы человек рядом, не выдержал моих проблем. Ну и в принципе я осталась как ни с чем, как мне на тот момент казалось. Потом я постепенно стала встать на ноги, заканчивала институт, нашла работу. И вот чисто случайно, вот нашла вот эту водичку, бутылочку, как я стала пить чуть больше месяца. И как-то вдруг я почувствовала какую-то легкость плечи, я не могу объяснить, у меня просто стало как-то почему-то очень легко. Ну и я не придавая значения, дальше пела, я никогда не могла, даже представить не могла, что могут быть такие результаты. И вот однажды я подошла к зеркалу и стала поднимать руку. И я просто, у меня слезы из глаз пошли, потому что в принципе после таких вот результатов, какие они у меня были, да, что если я эту так, то эту я могла только так, то она у меня теперь поднимается водкой. Спасибо этой воде, спасибо вообще, кто все это делает и все это распространяет. Спасибо вот Игорю, спасибо Эдди, который в принципе мне всегда помогает и на все вопросы отвечает Валентине. Спасибо всем, кто здесь. И, наверное, если я кому-то помогу в этой жизни и хоть чуть-чуть скрашу те минуты, которые были у меня, я буду счастлива. Спасибо. 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 Спасибо.